У нас власть еще не осознала, что мы обладаем бесценным сокровищем, которого на Западе нет, равного по ценности и по архитектурному качеству. В основе конструктивизма лежит творчество Шухова. Благодаря тому, что Татлин еще в десятые годы обратил внимание на творчество Шухова, а никто из архитекторов последовавшего авангартистского движения у нас в стране на его творчество фактически не обратил внимания, кроме Мельникова и Леонидова. Татлин первым оценил возможности легкой конструкции и ее большой потенциал в осмыслении иди формообразования, нового формообразования, о котором он был озабочен. Вот эти все его контррельефы, работа с фактурой материала, с пластикой, и когда этот рельеф, он выходит в пространство и каким-то образом уже становится материальной вещью, и он тем самым обратил внимание художников на большие формообразующие потенции вот именно современных конструкций, современных материалов. Другой исток движения конструктивизма и в целом авангарда и рационализма, который развивался параллельно с конструктивизмом, это было творчество Малевича. Наша страна в тот момент стала впереди мирового художественного процесса в развитии архитектуры. Это впервые за столетие развития предшествующих архитектуры. И в 19-м году, это башня Татлина, которую он создал, исходя из идеи фактически Шухова, потому что у Шухова были башни, которые служили маяками и под которыми располагалось техническое помещение. Татлин эту идею использовал и свою башню, которая имеет одним элементом вот такую наклонную ногу от башни Эфеля, в общем-то он ее, видимо, как-то заимствовал, такая конструкция, и это 400-метровая конструкция, и две спирали, которые тоже образуются стержень. Та идея, которую использовал Шухов, размещая внутри некие помещения, очень плодотворно использовал Татлин, разместив там на разных уровнях этой 400-метровой высоты несколько помещений. Вот эта башня, которая благодаря вот этой легкой конструкции, исходящей, генерированной фактически Шуховым, могла дать возможность построению ее в 400-метровом варианте, была осуществлена только в небольшом 6-метровом варианте и экспонировалась в Петрограде. Когда создавалась башня Татлина, самого термина конструктивизм, тем более архитектурный конструктивизм, еще и не было. И он возник фактически лишь в 21-м году. Архитектурный объект, ну вот художественное произведение, оно должно прежде всего концентрировать внимание на структуре этого произведения, этой вещи, этого архитектурного объекта. Во-вторых, показывает материал, из которого оно сделано. И это должен быть обязательно современный материал. Это произведение не должно в себе содержать никаких элементов декоративного какого-то оформления. Оно не должно каким-то образом, внешне по крайней мере, корреспондироваться с архитектурой прежних лет. Это должно быть абсолютно новое движение, почему на Западе называлось современное движение. И впервые архитектурный конструктивизм, собственно, заявил о себе на конкурсе 22-го года на проект 20 труда в Москве. Это предполагалось место нынешней гостиницы, снесенной гостиницей Москва, на месте которой построен наш духинного декора. Я их несколько покажу вам, видов этого издания. Центральный главный акцент, который делают Александр Веснин и его братья Виктор и Леонид, они втроем делали этот проект, на выявление каркаса издания. Причем этот каркас не однородный сверху донизу, а он, видите, имеет различные ярусы, различный ритм. То есть получается внутреннее движение в объекте. И форма объекта, и это один из главных признаков конструктивистского произведения, определяет наличие нескольких объемов. Фактически два объема, и это даже три. И вот на этой аксонометрии они очень хорошо видны. Причем Гинсбург до этого времени фактически в конкурсах не участвовал, ничего не построил, кроме деревянной каменной дачи в Крыму. А Гринберг к этому времени имел очень большой опыт. Это здание павильона Махорка на выставке сельскохозяйственной 23-го года Москвы. Махорка стала фактически первым произведением новой архитектуры. В натуре уже можно было видеть, трогать руками. Конструктивистское здание имеет всегда круговое, имеет возможность кругового осмотра, и каждая точка дает новые впечатления. Первым таким выходом, когда западная культура узнала то, что происходит у нас в стране в области архитектуры, это был Париж 1925 года, выставка декоративных искусств, где главный павильон СССР был построен по проекту Миленкова. Корбюзье признал это сооружение единственным сооружением на выставке, которое заслуживает внимания. То есть вот здесь, в этом сооружении, на него тоже был комплекс, и в нем участвовали и Гладовский, и Гинсбург, и Фомин, и Футемаш. Признание во всем мире, и таким образом архитектура советской страны, она как бы вышла через это Миленковское произведение уже на международный уровень. Ростом Весниных, и во Футемасе, и в МВТУ. МВТУ имеется в виду строительное архитектурное отделение. Вот, уже пошли первые выпуски архитекторов, подготовленных в советское время, молодых ребят. И одно из первых заданий, которое было дано, это при проектировании ЦАГИ. И те же студенты, МВТУ, под руководством профессора Кузнецова, запроектировали Всесоюзный энергетический, электротехнический институт. Если рассматривать развитие конструктивизма в таком историческом конвейке, у него три фазы. Это первое зарождение, о чем я вначале говорил, там, где дворец труда, и все это дело, эти башни, Шукова, Татлина. Потом это развитие и кристаллизация уже основных принципов конструктивизма в архитектуре. И следующий этап, когда уже выработаны были все основные принципы конструктивизма, и началось как бы его тиражирование в архитектурном сообществе. Принципиальную роль сыграла личность Леонидова, который вот этому тиражированию противопоставил новые какие-то принципы. Он изобрел вот этот вот, как бы фасад-экран, вот этот вот витраж на все, сколько тут, 6 или 7 этажей, вот этот экран. Но это было в его другом конкурсном проекте, но здесь, я его покажу позже, а здесь вот он уже как бы получил воплощение в работе студентов под руководством Кузнецова, профессора. И студенты это были мовчины Владимира Геннадия Яковлевича. Вот это вот сугубо функционалистская, конструктивистская вещь. Торцы, бетон, значит, витражи с двух сторон. Вот это снизу, как вы видите.